Всем привет! Будет сейчас большой обзор радиометра Припять РКС-2003 Именно разборка. Сейчас я всем помогу в плане ремонта. Очень важной информацией с вами поделюсь Вот собралось у меня 5 штук Припяти и все они не пострадали от вандалов Никто внутри ничего не выкусывал. Они как были в заводском состоянии, так и есть Потому я сейчас что сделаю? Я сейчас всем покажу номиналы и маркировки надписи в макросъемке всех конденсаторов внутри этих всех пяти радиометров Припять Именно заводское, как оно должно быть. Потому что чаще всего вот вандалы просто Выкусывают КМ конденсаторы внутри, потому что в них платина и паладий и сдают на металлолом И прибор остается не рабочий и сремонтировать сложно, когда не знаешь емкость конденсаторов и напряжение его Ну напряжение еще такое, можно там больше взять и ничего страшного. А емкость нужно знать Есть у меня специальный прибор для измерения емкости конденсаторов Сейчас вам помогу, все покажу. Вот у нас пять Припяти Смотрите Начнем. Каждую вам покажу Видите, никто ничего не повыкусывал Вот КМКИ. Они здесь рыжие, зеленые есть. От года выпуска отличаются разные Я сначала в макросъемке покажу маркировки надписи каждого Если не будет маркировки, то я замеряю емкость конденсатора и вам покажу Ну, обычно на большинстве написано Вот, пожалуйста, вот маркировки, емкость указана На них и на зеленых и на рыжих Все вам сейчас покажу Вот следующее Если у вас кто-то повыкусывал, вы можете посмотреть мое видео, поставить на паузу и заменить на обычные конденсаторы И у вас прибор оживет, будет работать Так, еще что выкусывает? А, еще вот есть транзисторы и микросхемы с золотом Их тоже выкусывает Я постараюсь показать маркировку Вот так И здесь вот КМ-ка зеленая На краю Вот Так, еще под зуммером Вот здесь А, там тоже КМ-ки А, нет, это не КМ-ки Их не одна КМ-ка Придется показать Вот, вот этот транзистор КТ-630В 91-го года Его выкусывают на золото Будете знать, какой ставить сюда И еще выкусывают вот это Вот маленький полевичок Может и не полевичок Маркировка КП-302ВМ Вот такой маленький На три На четыре ноги Не видно На три вроде Так, еще вон есть Спряталась под зуммером Этим Одна КМ-ка Постараюсь вам ее номинал показать Вот, все показал Видно Ее тоже по-любому Выкусят у вас Потому что в ней Платина Палладия Она дорогая Еще вот эту фигню Могут выкусить В ней иногда Платиновый бегунок 91-го года Но не всегда Ну вот вам тоже Маркировка Чтобы вы аналог 1МОК Ну вот Найдете аналог Все Больше здесь Особо ценного нет По микросхемам Хотите Вот посмотрите Маркировка Вот Вот эта микросхема Золотом Вот желтая ножка Посередине Вот маркировка Чтобы вы могли ее найти Для замены Ну и все Так показал вам Номиналы Маркировки Давайте Следующую Прикрутим Вот эту Смотрим Чем она Отличается Могут быть Разные Просто Конденсаторы Ну Номиналы У них Одинаковые Будут По емкости Потому что Схема Одна и та же Во всех Припяти И просто Внешне Они Разные На вид А емкость У них Должна быть Одинаковая Схема Одна и та же Так Ну Этой Вот Пожалуйста Тоже Ампера Демонстрировал Все И а здесь Тоже есть Зелененькая Вон там Следующая Смотрите Вот такая Ампера Так, а здесь Все повыкусывали В этой Припяти вижу Ни одной каемки нет Все выкусили И транзистора нет позолочено Смотрите Не вандалы, а вообще Раскручили Превратили Прибор в говно Ну Что сделаешь Понятно Следующее Смотрите Должим попробовать Проверить Вообще Радиодетали Бывает Проседают За 30 лет Потому Лучше Конечно Не проверять А смотреть Что написано На На нем Потому что На нем написано Как было С завода Вот Сейчас проверим Вот Устанавливаем Вот Установили Зажимаем Включаем Прибор И вот Измерим Пожалуйста 284,04 Нанофарад Вспешка Телефона Мешает И здесь Написано Микро 2,2 Вот Еще раз Запустим Тест 292,6 Нанофарад Вот так 11 11 Такой конденсатор Хорошо давайте вот в это еще покажу вам все маркировки и все вы будете уже точно знать это зеленое что-то вот есть н-27 кам дальше вот нужно перевернуть опа вот так один n5 все видите следующее вот там еще прячется всегда под зумером ее обычно не видно но я вам обязан показать вот все показал 47n есть вот еще микросхему покажу вот kt630b это 92 года вот так все будете знать чем заменить и давайте с другой стороны платы посмотрим там иногда тоже бывает однако м к или может несколько сейчас открутим покажу с другой стороны вдруг там что то есть я вообще этот прибор не люблю если честно но многих он есть потому я снимаю и решил людям помочь да здесь однако м кого-то нам вот н-27 маленькая обычно она вот здесь возле этой кнопки ну все показал он знаете теперь маркировочки все 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 друзья пользуйтесь всем пока